Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. В большинстве из них смертность от злокачественных новообразований постоянно растет. Какова же ситуация в нашем Жамбулском регионе? Можно ли диагностировать и победить онкологию хотя бы на ранней стадии? Я надеюсь, что на эти другие вопросы нам помогут найти ответы гости первой студии, заместитель директора Жамбулского областного многопрофильного центра онкологии и хирургии Александр Леонидович Тин, врач-методист областного многопрофильного центра онкологии и хирургии Кинжихан Беккулеевич Беккулеев и врач-маммолог того же центра Жансая Баклевна Уалибек. Так, уважаемые гости, приветствую вас на площадке первой студии. Мы сегодня говорим, ну что там откровенно говорят, о не очень приятном, но тем не менее о таком страшном, я не побоюсь этого слова, заболевании как онкология. И первый вопрос я адресую вам, Александр Леонидович. Вот почему возникает рак? Как это происходит? Ну это такая многогранная проблема, к сожалению, да, она у нас практически на первом месте. Если говорить, как вы говорите, о смертности, то мы стоим обычно на третьем месте. Первое – это травмы, второе – сосудистые заболевания и третье – онкология. И причин этому много. Онкологи, они такие тоже многогранные доктора, потому что онкологические проблемы есть во всех органах, и, соответственно, причины в них тоже бывают разные. Ну, в общем-то, основная причина, конечно, это бывают какие-то наследственные заболевания, которые способствуют этому. Потом прижизненные какие-то происходят мутации, те же самые травмы, еще что-то. В общем, причин достаточно много. И современная наша жизнь, такая непростая со стрессами, с разного рода ситуациями, которые, в общем, приводят к тому, что где-то пусковой механизм срабатывает. К сожалению, единой точки зрения нету, она такая многогранная, общая. Поэтому онкологи по каждому заболеванию ищут определенную причину и стараются исправлять, лечить ее. А если есть возможность, то профилактировать. Спасибо. Александр Ильич, а вот в целом, каково на сегодняшний день состояние оказания экологической помощи населению в нашей Жамбулской области? Насколько у нас, я скажу, имею в виду наш регион, сильна материально-техническая база, оснащение? Какова статистика? Есть ли какие-либо проблемы с кадрами? Я почему спрашиваю, потому что, как правило, когда мы говорим с представителями медицины, во многих отраслях нехватка узких специалистов. Вот что вы можете на этом видеть? Ну, материально-техническая база на сегодняшний день у нас достаточно хорошая. Наверное, многие знают, что открылся новый онкодиспансер, микрорайон Аулиотаун теперь называется, по адресу 8. И, естественно, получив это новое здание с хорошим оборудованием, мы сейчас находимся, ну, в общем-то, в достаточно хорошем положении по материально-технической базе. У нас практически все есть, вся аппаратура диагностическая и лечебная. Мы получили новые аппараты для лучевой терапии и для лучевой диагностики. Что касается заболеваемости и статистики, то южные регионы, они по статистике всегда идут немножко отставая от северных регионов. Это традиционно, это даже сложно сказать почему. Может быть, там более технические, более промышленные регионы, у нас это чуть-чуть поменьше. Но в любом случае у нас каждый год по статистике растет количество заболевших онкозаболеваемых. Если говорить в среднем, вот последние два года, 22-23, это было в пределах 1600, чуть больше 1600 человек каждый день пациентов мы берем, каждый год мы берем на учет. И есть, мы еще будем, наверное, говорить о ранней диагностике, конечно. Хотелось бы, чтобы это происходило более на ранних стадиях. Естественно, тогда процесс и лечебный процесс с нашей стороны будет проходить более успешно для наших пациентов. Ну и, конечно, нам самим всегда приятно, когда мы получаем хороший эффект от нашей помощи, от нашего лечения. А что с кадровым? Кадровые проблемы, к сожалению, да, вы правы. Кадровые проблемы в медицине на сегодняшний день есть. Несмотря на то, что у нас достаточно много медицинских вузов и близлежащие в Чемкенте и в Алмате, все равно у нас есть кадровые проблемы. Ну, в частности, у нас из узких специалистов нету таких важных, как морфологи. Есть они, но в недостаточном количестве. Морфологи и цитологи – это те люди, которые в первую очередь ставят наши диагнозы, от которых зависит судьба каждого пациента. Ну и достаточно около 10 кадровых единиц, которые мы могли бы на сегодняшний день еще принять и хотели бы это сделать. И наш директор выезжает специально, вы знаете, что есть ярмарки молодых специалистов, и там мы, в общем-то, по возможности стараемся найти себе молодежь, которая приезжает к нам. В 2023 году достаточно много, около 6 специалистов мы приняли, совсем молодых, и нам это очень приятно. Спасибо. Уважаемые гости, президент Казахстана в своем послании народа нашей страны отметил, что необходимо реализовать коктестные меры для укрепления здоровья нации, перезагрузить систему социальной поддержки граждан. Такие серьезные изменения не могут быть успешно реализованы без цифровизации. Какова ситуация с цифровизацией и взаимодействием с системой ОСМС при диагностике и лечении онкозаболеваний? Почему этот вопрос важен? Потому что онкология, они предусматривают, что это тяжелые заболевания, требуются большие финансовые средства. Но мы прекрасно знаем, что не все казахстанцы, к сожалению, богаты. И в этой связи система ОСМС очень важна. Кишан Бекулеевич, я адресую этот вопрос вам. Правильный вопрос. Вопрос. Президент в своем выступлении сказал, порядок цифровизации привести порядок, систематизировать. Это отдельный вопрос, это правильно сказано. В общем, цифровизация уже давно идет. Медицинное сейчас такое выражение «дам умеет». Все работаем в «дам умеет». Его надо усовершенствовать, систематизировать и так далее, и так далее. Без цифровизации медицины не будет. Теперь у нас нет обратной дороги, дальше будем развивать. Сейчас, знаете, в ОМС работаем. Все наши услуги попадают в ОМС. Мы зарабатываем деньги. Все направления, которые идут, через цифровизацию идут. Все анализы, через консультацию, все цифровизации. Так что цифровизация, конечно, будет, и дальше будет развиваться. Я даже могу сказать, по примеру, вот это, Мамагриевская вследная, когда-то скрининг проводили, это мы пленку печатали. Мы мешками, пакетами возили пленку. Сейчас не возим. Пакт-система, и назабрал, и там видно, все, хоть Алмата, хоть Астана. Мы читаем, смотрим эти пленки. Еще президент нашел искусственного интеллекта тоже. Большой разговор. Искусственный интеллект, хочешь, не хочешь, внедряться будет в медицину. Здесь тоже будет, основное, мне кажется, это впереди еще работа. Диагностическое отношение будет искусственный интеллект. Я иногда думаю, Мамагриев, вторые читки, вот это, мою вторую читку, наши рентгенологи читают. Теперь вот этот второй чит, рентгенолог, не будет читать, будет читать искусственный интеллект. Он отбирает здоровье отдельно, патология отдельно, с патологией будем отдельно занять. Так что без цифровизации у нас жизни не будет, так говорят. Так что он еще будет развиваться. Президент, посланник специально сказал, систематизировать цифровизацию в здравоохранении. Он дальше будет развиваться. Спасибо. Жасая Бакатовна, я хочу и вас привлечь к нашей беседе. Насколько я понял, вы у нас врач-мамолог, да? В этом вам вопрос. На какие симптомы человеку необходимо обращать внимание, чтобы вовремя обратиться к онкологу? И почему так важна ранняя диагностика и профилактика рака молочной железы? Рак молочной железы является самой актуальной проблемой во всем мире, в том числе и в Казахстане. Первые симптомы рака молочной железы – это изменение кожных покровов, уплотнение, появление при пальпации, изменение формы груди, изменение симметричности груди, появление выделения из сосков, в самостоятельном выделении. Вот эти моменты надо смотреть. Еще самообследование должно проводиться. Перед зеркалом осматриваем молочную железу, форму, симметричность, кожные покровы смотрим, затем переходим на пальпаторное обследование. Правой молочной железой осмотрим левую грудь, левой рукой правую молочную железу. Осмотр проводится по часовой стрелке, круговыми движениями, подушечками пальцев. Осматриваем, смотрим. И обязательно при любых нарушениях, любых изменениях в молочной железе надо обязательно посещать кабинет врача, пройти УЗИ молочной железы. Обязательно должны посещать женские смотровые кабинеты. Каждые полгода проводить УЗИ молочной железы. Женская Бахатана, кто из наших прекрасных дам входит в категорию риска по возрасту? Я имею в виду, это молодые девочки, это мамочки молодые, или это уже дамы в возрасте? Кто в категории риска? Старше 40 лет в основном уже входит риск. Но при этом еще надо профилактику держать. Профилактика рака молочной железы – это снижение употребления гормональных контрацептивов. Частые прерывания беременности тоже приводят к ракам молочной железы. Низкая физическая активность, употребление алкоголя, курения. Надо соблюдать здоровый образ жизни. Спасибо. Александр Леонидович, а вообще какие на сегодняшний день методы диагностики онкологических заболеваний существуют? Куда можно и нужно обращаться пациенту с подзрением на онкозаболевание? И вообще, по вашему мнению, каково значение скрининга ранней диагностики злокачественного образования? Диагностика, она в первую очередь начинается из своих поликлиник. То есть пациент обычно всегда обращается в свою поликлинику с какими-то первичными жалобами. И дальше уже система медицинского обследования работает по зеленому коридору. Если есть подозрения на онкозаболевание, то в поликлинике. То, что имеет возможность провести поликлиник обследования, она делает это в течение какого-то определенного срока. Там есть даже сроки по дням. Далее пациент, получая эти обследования, двигается уже в онкоцентр к нам. В онкоцентре у нас есть практически все медицинское оборудование для диагностики злокачественного образования. В первую очередь, это наши цитологические и гистологические лаборатории, которые и определяют наличие опухолевых клеток. Это самое важное и это единственное критерие, по которому ставится онкопроцесс. Все остальное нам помогает в те же самые КТ-оборудовании, которые у нас есть, МРТ-аппараты. У нас есть маммограф цифровой, у нас есть новый рентген-аппарат, у нас есть эксперт-класса УЗИ-аппараты, у нас есть специалисты, которые работают на этом все. То есть, в принципе, диагностику в нашем учреждении можно проводить на достаточно высоком уровне, что мы и проводим при необходимости. Чаще всего, конечно, пациенты уже приходят обследованные. Какие-то более четкие, более точные обследования мы проводим у себя. И если мы все-таки находим этот процесс, то дальше мы, конечно, проводим лечение в нашем учреждении. Что касаемо скрининга, скрининг – это массовое обследование населения. Выбирается, сейчас у нас есть пока три категории по скринингу. Это рак шейки матки, который начинается с 30 лет до 70 лет, такой достаточно большой период. Каждые 4 года этот период осмотра женщин. Рак молочной железы в период с 40 до 70 лет тоже каждые 2 года осматривается. И колоректальный рак, он осматривается с 50 до 70 тоже каждые 2 года. То есть, там есть специальные тесты. Маммография – это делаются рентгеновские снимки. По шейке матки берется цитологическое исследование. По колоректальному раку – тест на скрытую кровь. То есть, это все уже отработано давно. Все эти скрининговые программы – это государственные программы. На них выделяются, естественно, деньги. Поликлиники определяют количество пациентов, которые… Ну, там, не совсем пациенты, а, скажем, население, которое должно пройти этот скрининг. И, соответственно, они отслеживают это. К нам уже попадают пациенты, которые по скринингу получили какие-то подозрительные моменты или даже определили, что есть рак. Дальше мы занимаемся ими. Александр Ильич, а вот для чего необходимы прививки против вируса папиллома человека? И вот вы уже сказали, что проблема рака шейки матки очень актуальна. И почему врачи советуют охватывать скринингом девочек, начиная с 11 лет? Это же ребенок совсем. Да, это очень хороший вопрос, и на сегодняшний день он достаточно актуален, потому что с сентября месяца эта программа вступила в силу. Это программа государственная, на нее также выделили деньги. На нее также каждое лечебное учреждение по МСП провело определение количества этих девочек, которые стоят у них не на учете, но есть на их территории. И на сегодняшний день это вакцинация, которая была принята практически уже в 107 странах мира. Вакцинация делается против вируса папиллома человека, который уже много лет назад был определен как причина рака шейки матки. То есть сам вирус, он проводит такие внутри шейки матки изменения, которые в последующем переходят в рак шейки матки. Это два фенотипа основные, это 16-18, которые являются самыми патогенами, то есть самыми злыми. И поэтому ВПЧ, вот этот вирус папиллома человека, на сегодняшний день точно определено, что это причина рака шейки матки. Если мы проводим вакцинацию, значит мы заранее создаем иммунитет у наших девочек, и этот иммунитет не позволяет этому вирусу вообще вторгнуться в организм девушки, когда она вступает уже в половую жизнь, становится мамой. И соответственно практически на 100%, потому что сейчас есть уже почти 15-20 летние наблюдения зарубежных, конечно, не нашей страны, зарубежных специалистов, но они все в один голос говорят, что рака шейки матки практически не стало у тех, кто прививается. Потому что нет инфицирования вирусом папиллома человека, соответственно, исчезла причина, которая вызывает рак шейки матки. Поэтому мы всем мамам, потому что сейчас вакцинация делается только с разрешением мам или пап, то есть со всем родителям говорим, что это хорошее, нужное дело. Если говорить о наших ближайших соседях, то и Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан уже все внедрили эту систему. Там возраст от 11 до 13 лет, но это считается наиболее такой возраст, когда возникает хороший иммунитет и до начала половой жизни. Поэтому этот возраст выбран. А так, в общем-то, прививки можно делать всем по возрасту женщинам, даже живущим половой жизнью. Но профилактический эффект наступает именно у тех, кто еще не инфицировался. Женщины, которые живут половой жизнью, они могут уже носить этот вирус. И вакцинация может просто создать иммунитет для последующих реинфицирований, но, к сожалению, уже не остановит, если процесс начался. Поэтому вакцинирование это обязательно. Я думаю, что со временем, может быть, личный опыт каждого, и в том числе и мой, моя дочка тоже вакцинировалась, но это было раньше, когда пилотный проект в 11-14 годах начался в нашей республике. Мы вообще первые начали этот пилотный проект из всех стран СНГ, но потом почему-то все это затихло, а другие наши соседи быстренько это переняли, может быть, они посмотрели и на наш опыт, и все это внедрили. Поэтому это очень хорошее дело, и мы можем добиться того, что вообще рака шейки матки у нас не будет. Это было бы замечательно. Отлично, это было бы замечательно, и я вас поддерживаю двумя руками. Важаемый Гусь, давайте вернемся к посланию президента народу Казахстана. Учитывая, что сегодня в гостях в нашей студии врачи-онкологи, я не могу задать вопрос. Такого следуя. Вы в курсе, да, что вся страна сейчас готовится к референдуму по вопросу строительства в нашей стране атомной электростанции? Среди народа есть такая страшилка. Вот построят АЭС, и там чуть ли не половина страны заболеет онкологией, это страшно, это опасно, ой-бай-ой-бай. То есть у страха глаза велики, да. Я как человек, который служит на флоте, на кораблях с атомной энергетической установкой, знаю, что это по большому счету страшилки, да. Атом не так страшен, да. Но одно дело, если скажу я, другое дело, если свое экспертное мнение вы скажите вы, люди, которые с этим сталкиваются. Киржан Бекулич, вам вопрос, да. Нужно ли бояться современных АЭС? Вопрос очень важный. Мы все знаем, что 6 октября будет референдум. Я буквально вчера был на вот этом обсуждении вопроса в доме ветеран. Там участвовали депутаты области Маслехатна, старые представители. Очень интересно обсудили этот вопрос, действительно. Вопрос очень актуальный. Вот сейчас говорил, сейчас в мире больше 400 атомных реакторов. Первое место Америка там 150. Китай, Россия, Южная Корея. Турция строит, заканчивает. Еще будет строить. Вопрос вот действительно даже безотлагательный, что мы на одном месте не можем сидеть. Надо идти вперед, вперед. Это уже необходимость будет. Поэтому этот надо будет строить. Но другой вопрос, поняли, действительно, безопасность. И второй вопрос, кадры. Безопасность, конечно, это первым долгом будет, кто строит реакторы, основной первый реактор. Опыт же есть уже. 53, уже 70 лет, по-моему, уже опыт есть. Безопасность, высокая технология. Там будет высокая технология. Кадры. Вот эти институты ядерной физики, он грамотный специалист. У нас опыт есть по семи полицам, полигоны, что такое ядерное, что такое болезнь. Вы все занимаетесь. Вот только кадры там сказали, цепы, сколько кадров. Их надо готовить, конечно. Террористских много. А теперь надо практики готовить. Мне кажется, бояться надо, да? Не надо. Строить будем. Я лично за. А правда ли, что в медицине используются радиоактивные элементы? Вот это правда ли тоже страшилки? Это правда, действительно. Вот он скажет. У нас на сегодняшний день стоят, я сейчас вам скажу, четыре аппарата. Все они являются радиоизлучающими. В частности, есть два аппарата, которые радиоактивны Кобальт-60. Это вот самое непосредственное, то, что готовится, как говорим мы, из урана. И есть рентген-аппараты. Все они излучают радиоактивное излучение. Но опыт наш, мы имеем в здании, которое защищено, которое имеет свинцовую защиту, имеет там ряд специальных оборудованных систем, которые не позволяют этой ядерной энергии или энергии лучевой терапии распространяться за пределами. У нас есть наши специалисты, которые работают по 20-30 лет в этой системе, которые каждый день ходят в эти аппаратные, и выглядят достаточно молодо и красиво. Поэтому наш личный опыт говорит за то, что если есть правильная, хорошая защита, то это не страшно. Это страшилка, действительно. Хорошо. Вопрос, опять же, к вам как к специалистам. При обращении к онкологу Жамбулска областного, вот вашего многопрофильного центра, какие направления и обследования необходимо иметь при себе? Ну, направление обязательно нужно. Сегодня то, что говорил Кенжихан Бекулич, цифровизация, не позволяет нам принять пациента, если он не им принес направление. Он просто не заходит в систему компьютера. Компьютера, то есть это называется МИС, медицинская информационная система. Если он туда не заходит, значит, мы даже не можем сделать запись. Может быть, к сожалению, может быть, к счастью, но мы переходим в эту систему, значит, надо заниматься этим правильно. Направление дается в электронном виде. Пациент приходит, у нас есть своя регистратура, он отмечает это направление и его направляет к специалисту, необходимому по его заболеванию или по предположительному заболеванию. Естественно, наш доктор смотрит. А необходимый перечень обследований, он всегда есть. Для этого у нас есть специальный протокол медицинский, который принимается в Минздраве, и в котором четко описано, какие-то, такие-то обследования, как предварительные, должны быть на руках у пациента, когда он к нам приходит. Дальше уже наш специалист, осматривая его, находит какие-то моменты и берет наши анализы, которые мы можем и должны брать, потому что я вам говорил уже, онкология ставится только цитологами и гистологами, и поэтому необходимо делать дополнительное обследование. А далее при получении какого-то результата у нас есть специальная комиссия, называется мультидисциплинарная группа. На этой комиссии определяется тактика лечения данного пациента, какой диагноз ему поставлен, какая стадия, и дальше он уже двигается по этому плану лечения. Вот, Александр Ильинич, у нас совсем мало времени осталось, но я не могу не задать этот вопрос, потому что, да, вот в начале нашей программы я подчеркивал, да, что онкозаболевание, это грозное заболевание, кто требует дорогостоящего лечения. Ну что грех отреть? Некоторые люди даже вот чувствуют, что вот что-то вот у него есть, но когда ему говорят, друзья, родственники, иди обследуйся, ой, Ахшаков, сейчас меня обезжирят, сейчас у меня денег нету, да, если я умру, я умру, я отдам сейчас миллионы, да. В этой себе вопрос, если человек состоит на учете, да, на какие бесплатные обследования или лекарственные назначения он может претендовать, или если нет денег, это уже приговор? Нет, это очень хороший вопрос, и я с удовольствием на него отвечу. Онкобольные, которые состоят на учете, получают абсолютно все лечение бесплатно. То есть и медикаменты, которые им необходимы, и обследования, которые им необходимы. Поэтому в нашем учреждении, придя на стационарное лечение, пациент получает химиотерапевтическое лечение, это препараты такие достаточно сильного действия, лучевая терапия и хирургическое лечение. Все эти процедуры проводятся бесплатно. Это обследование для тоже онкобольных, которые стоят на учете. Вся аппаратура, которую мы имеем, в лаборатории, все делается бесплатно. То есть пациент не останется без денег совершенно, он придет с теми же деньгами, и он должен от нас уйти. Еще один вопрос, осталось уже меньше минуты, я не могу не задать его, потому что вот сейчас открываешь соцсети и встречаешь какую-то очередную целительницу, там инфо-цыган, который говорит, придите, вот я вылечу рак. Можно ли победить рак и традиционной медициной? Ну, к сожалению, я вам однозначно на этот вопрос ответить не могу, потому что исследования по нетрадиционной медицине никто, к сожалению, не проводит. Есть целитель, который сам для себя целитель, насколько он квалифицирован, мы этого не знаем. Мы можем смотреть по тому, что к нам иногда приходят пациенты, которые были у целителей, и, к сожалению, у них прогрессирует процесс. Были пациенты, которые приходили, и вроде бы у них было и улучшение. Поэтому однозначно говорить против или за я не могу. Каждый для себя выбирает. Мы представители традиционной медицины, мы даем свои рекомендации, соответственно, целителям мы не отправляем никого. Это личное желание каждого пациента. Но наше лечение, оно имеет приоритет, потому что оно научно обоснованно. Спасибо. К сожалению, нам показывают, что время нашей программы подошло к концу. Тема очень серьезная, очень сложная. У меня еще было несколько вопросов. Но я думаю, что мы с вами, с вашими коллегами будем встречаться на площадке этой студии, на других информационных площадках телерадиокомпании «Жамбыл» и обсуждать эту тему, потому что я считаю, что наша задача максимально информировать наших уважаемых сограждан, чтобы они знали о этих болезнях и о том, что в принципе лечиться можно. И вот как вы сказали, что даже если нет денег, ты гражданин Казахстана, если ты входишь в систему ОСМС, то это не приговор, и тебе в принципе могут помочь. Вам большое спасибо за ваш благородный труд. И от всей души желаю, чтобы у вас не было работы. Вы поймите правильно. Вот я просто хочу, чтобы у вас, вот дай бог, чтобы мы победили рак шейки матки, о котором вы говорили, да, вот ваше ноу-хау. Дай бог, чтобы наконец-таки, да, вот нашло же человечество лекарства от многих заболеваний, это вот та же чума и все вот что было, да. Будем надеяться, что человечество найдет наконец какой-то прекрасный день. Наши замечательные ученые, в конце концов, нашли же от коронавируса, да, что все-таки найдется инструмент, который победит вот онкологию, да, который действительно является, ну, чумой, наверное, всего нашего, всей нашей эпохи, да, потому что столетия говорить нельзя. Еще раз хочу поблагодарить вас за благородный труд и пожелать вам удачи и как можно меньшего количества пациентов. Спасибо. Спасибо. Профилактика онкологии снижает риск заболевания на 90%. Особенно важна профилактика для тех, кто находится в группах риска по онкологическим заболеваниям, иначе говоря, имеют к ним генетическую предрасположенность. Ведение же здорового образа жизни, правильное питание, избегание потенциально стрессовых ситуаций, благоприятные бытовые условия действительно в большинстве случаев способны защитить вас от этого страшного недуга. Пусть даже они не полностью исключают вероятность развития рака, но сводят ее к минимуму. Берегите себя и своих близких. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok